Всем большой привет! Наступает январь месяц. Пора готовить новую косметичку на первую декаду. И давайте посмотрим, что я отобрала. Что-то будет новое. Начнем с базы. База у меня как раз открывается новенькая от Эвелин. Покажу ее обещание. Обещает разглаживать, выравнивать тон, гладкость и безупречный тон. Мы ее сейчас с вами потестируем. Она у меня будет весь год в проекте Project Pen. Ну, на год ее не хватит, конечно. Но я думаю, она меня будет радовать в макияжах. Мне кажется, да, выравнивает. На лице еще не пробовала. По аромату слабо выраженный аромат косметический. Вообще не напрягает. Если ручки сравнивать. Ну, мне кажется, не сильно так тут что-то заметно. Но в любом случае будем тестировать. И сразу давайте закрепитель покажу макияж. Он у меня будет тоже работать, пока не закончится. Иногда вспоминаю, иногда про него я забываю. Но в любом случае он у меня постоянно под рукой. Тональные средства, которые я беру. Один от Lumine. У меня уже он по срокам залежался. И пока не закончится, я его ближайшие месяц-два, насколько его хватит, буду использовать. В нем SPF 15. У меня его вот так. 50 было миллилитров когда-то. Но сейчас 20. 20 мне бывает и на месяц всего хватает. Плюс у меня не спит, активатор свой включила. Далее. А далее еще один тональный крем. Остаточки. На самом деле в пустые баночки он уже ушел. И вот осталось его совсем чуть-чуть. Он жидкий. Я думаю, что вот он закончится. И на постоянной основе будет Lumine у меня. Лаки для ногтей взяла 3 штуки. Которые были в прошлые 10 дней. Я ими с удовольствием пользовалась. Я брала 2 лака. И то одним полностью делала маникюр. То вторым. Вот последний раз делала сразу обоими цветами. И мне нравится теперь брать лаки. Я беру каждый раз разные. У меня небольшая коллекция. Но тем не менее, именно в отношении лаков они все гуляют и у меня используются. Это очень здорово. Вот такой красавчик от Avon будет меня радовать. Далее. Так. Это у нас кто? Давайте вот так покажу название бренда. Этого лака. Вот. Половинка получается. Давно я им не пользовалась. Люсенька у нас все здоровается. Пыталась дождаться, когда она перестанет ходить, плакать. Но она этого не хочет делать. И от Stellar. Вот такой. Поэтому лаками буду тремя в этот раз. Туши у меня без изменений. Появилась только одна новенькая. Сыворотка от Aviline. Тоже сейчас сразу покажу, поставлю. Сыворотка отличная. Одна заканчивается. Ей на смену приходит другая. Водостойкую я не взяла. Но на постоянной основе черный у меня остаются. Джордани Голд. Хорошо работает. На сыворотку вообще отлично. Она прямо свеженькая. Арифлейм молодцы. У них какая-то хорошая такая... Какая-то такая... Текстура. Формула у туши, она не сохнет. Вообще отлично. Пока не закончится, формула отличная. И телескопик от L'Oreal. Тоже работает у меня уже хорошее количество времени. Людочка мне дарила. И ничего ей не делается. Отлично работает. Думала в этом году в 2020 уйдет в пустышки. Но нет. И новенькая, которая ко мне недавно приехала. Я ее отдельно пробовала. Как-то не очень цветная ложится на ресничке. А на сыворотку уже отлично. И вот такой у нее интересный цвет. По-моему, изумрудный он назывался. По каталогу. Вот такая красотка. Будет меня тоже радовать. Все, с тушами все. Переходим мы с вами... Я знаете, что не взяла? А нет, взяла консилер. Консилеров я взяла даже два. Один от Revolution. Мы с вами его будем сейчас прямо вскрывать. Оттенок... Давайте вот так покажу. Си6. Забыла открыть. Девочки. Может быть не стоит тогда открывать? А нет, открыла. Не заметила, что здесь следа. Взяла в проект этот консилер. Буду год пользоваться. Или открыла. Прошу прощения за задержку. Такой оттенок. Здесь покажу. Небольшой желтоватый подтон, но у меня именно такой цветотип. Поэтому все будет отлично. Это подарок. И он на самом деле сам чуть-чуть усох. Вы видели, что я открывала вместе с вами. Далее у нас идут пудры. Давайте, а потом для лица. Открыла пудры все новенькие. Одна от Revolution банановая. Отметочку даже сделала. На начало года сколько ее. У нее есть пуховочка. Вот она такая красивая. Пленку я еще не снимала. Сниму и буду пользоваться. Ну, свотч пудры, я думаю, не стоит делать, потому что будет все равно не видно. И вторая пудра, которой я буду пользоваться. Это вот такой милейший медвежонок. Здесь пудры аж две штуки. Вот так. И вторая с блестками. Мне интересно ее на лице потестировать. Пока не знаю, как она будет работать. Давайте вот так. Но интересно. Не будет ли желтеть. Не пробовала еще на лице, поэтому для меня это будет новостью, как она будет работать. Далее продукты уже для лица. Конечно, беру свою палетку от Catrice. Буду я ее вам не часто показывать, но она в течение года будет всегда лежать у меня в косметичке на столе. Чем прикрыть? Не взяла. Что сюда входит? С этой стороны две кремовые текстуры. Хайлайтер такой кремовый. Еще один консилер. Хайлайтер сухой. Еще одна пудра. Не знаю, буду я ей пользоваться или нет. Но пока она у меня тоже тут есть. Так вот эти пудры можно так убрать. Консилер. Хайлайтер. Далее еще четыре остается продукта. Я хайлайтером назвала, но это такие румяна-хайлайтеры. Мне румянами трудно назвать. Два тут скульптора и вот такие румяна. Давайте вот так я ее оставлю. Вот видите, они такие румяна, но как-то... Может даже бронзер-хайлайтеры румяна. Мне больше на тени похоже. Вот такие. Но эта палетка шикарная. Мне кажется, она просто супер-пуперская. Из Германии мне дарила ее Наташа, за что огромное-огромное, Анатольте, спасибо. Шикарная. Так, что у меня еще для лица? Сразу покажу. Я взяла вот такую сверкалочку. Мы с вами ее перепрессовывали. Это блеск для тела от Тианде. Это шикарный хайлайтер для лица и тела. Пробовала я его на ключице. Как красиво, девочки. Смотрите, какое. И как тени отлично смотрятся. И как блеск для тела. Летом, мне кажется, вообще и на плечи, и на ключице, когда вы именно загораете вечерком. Вау. В люди сейчас не выйти, но все, я надеюсь, у нас с вами впереди. Далее. Так, для лица, мне кажется, все я вам показала. Нет, не все. Наоборот, только начала. Румяна. Румяна я взяла еще от Диваж. Мне очень хотелось какую-нибудь сверкалочку. Оттенок здесь. Так, 901. У них сияние есть. Давайте вот здесь покажу. Они отличаются вот от этих. Более нежные, сияющие. Вот для меня вот это вот румяна, конечно, больше являются тенями. А вот такие сверкалочки я очень люблю даже. Так, закрываем. И что я еще взяла? Вот такую сверкалочку взяла. Это тоже румяна, которые можно даже на губы наносить от Mary Kay. Их можно нежно, как хайлайтер. Такой уже блеск. Не знаю, всем ли я смогу воспользоваться или не всем, но набрала много. Также Beauty Bomb взяла их BFF. Ногти только накрасила. Две разные текстуры, но посмотрите, какие они классненькие. Вот такое сияние, сверкание будет. Тоже, мне кажется, черные тени в виде стрелки на глазки и вот этот блеск. именно как тени мне впечатлило. Вот такой взяла еще бронзер. Интересный, смотрите. Обычно я вот здесь набираю, здесь хайлайтер набираю и вот здесь вот как скульптор набираю. Кистью лучше получается все это набирать. Вот, видите, тут красивые оттенки. и я беру не каждый вот цвет, а именно вот как бы двойные такие, да, получается. И кисть удобно набирает и не промахиваешься. Так, и для лица еще одну взяла палетку. Как хайлайтер я тут использую только вот эту верхнюю часть. Тут видно уже и вмятинка такая затертая. А остальное использую либо светящиеся, сверкающие румяна, либо как тени. Но чаще я вот пользовалась именно вот с этой стороны как хайлайтером. Я это и покажу. А вот эти вот продукты тоже сделаю свотч, но как тени. Это фарес. У них три оттенка. Мне всех больше понравился именно вот этот. Все это, конечно, затрется. Это оттенок 0,3. Так, тут я продолжу. Вот, видите, тут и румяна, и тени, и вот первый это хайлайтер. Все? Закончила? Со сверкалочками своими вроде бы закончила. Далее мы будем с вами смотреть тени. Я не показала карандашики. Так, девочки, давайте вот это я вам покажу еще разочек и буду стирать. Палетка от Catrice. И вот такие вот сверкалки, которые меня будут радовать. Я очень люблю, когда мороз на улице, снег свежевыпавший, искрится. И вот какие-нибудь сверкалочки на лице. Мне кажется, так красиво. И поярче помадка. Но матовая. То есть с помадой не сверкалок, а матовая. смотрим дальше. Как базу и вообще как тени кремовые я беру тоже весь год будут эти кремовые тени у меня работать. Но показывать буду не часто. Возможно, раз в два месяца в косметичках экспериментальных. Просто так, как это первая косметичка, некоторые продукты я вам показываю. Классные кремовые тени, чтобы они не засохли в течение года они у меня будут как тени они работают хорошо, как база они тоже работают хорошо. Единственный у них минус это то, что кремовая текстура ей свойственно подсыхать. Первые четыре. Поэтому я их взяла в проект Project Pen, чтобы не забывать. Иначе можно ее в коллекции потерять. Вообще от ZBALM продукты для лица очень хвалят. у них хайлайтер знаменитый. Вот этот набрала плохо. Вот такая палеточка. Далее вытираем пальчики. Какие я взяла тени? Набрала много разных. Как будто на всю жизнь. Карандашики я вам сказала не показываю. Я их показывала в новом проекте Project Pen и есть старички, которые у меня заканчиваются для бровей в серединке. От Avon у меня лист шалфея заканчивается. То есть не буду я сегодня показывать карандашики. Сосредоточимся на других продуктах. Любашка мне недавно подарила одну из палеток. Я вам показываю. Она подарила много. Вот этот неон от Catrice. Насколько я знаю три палетки вышли. У меня неоновая вот эта. С огромным удовольствием решила взять ее. Смотрите какие оттеночки. Давайте я вот первые два базовых набирать не буду. остальные покажу. Четыре. Вау. Смотрите какой красивый. Все тут лишнее соберу. Сочи будем экономно наносить. В ней есть осенняя рыжесть, но мне очень идут такие оттенки. Я говорила, что у меня теплый цветотип. Поэтому мне такое идет. Очень красивый в складку вот этот оттенок. Вот он. И какой как переносится. Посмотрите. Catrice вообще молодцы. У них тени на высоте. Сегодня кстати Catrice у меня наверное в косметичке будет даже выруливать от всех. так и получается последние четыре вот эти вот мраморные как я их называю такие красивые прям по несколько оттенков идут. И последние четыре набираем. Буду так дальше. Чуть чуть они досыпятся. Ну вообще если честно не сыпучих вот чтобы вот совсем не осыпались редко встретишь тени. По крайней мере из тех которые есть у меня дорогостоящих нету. Поэтому за все я не скажу. Но даже у меня есть такие которые отлично работают. тем не менее давайте вот эту муру с вами закроем тогда и будем здесь складывать сверху. Так что у нас еще от катрис. катрис я взяла глиттер еще. Очень люблю эту палетку. Ее катрис вывел. Очень приятная тоже крышка вот эта магнитная и вот такие вот оттенки. Если присмотреться здесь есть база и топы. Давайте я так по очереди буду набирать как они идут. когда пользуюсь получаю огромное удовольствие. Такая темная база. Посмотрите восторг. Не катрис конечно умницы. Они как эссенс стараются и лимитками баловать и оформлению внимания уделяют. у них незаезженные упаковки стараются менять. Хотя вроде все в сегменте стараются бюджетно но цены у них растут. Тихоньку растут. Вот этот белый сейчас вы видите как он переливается. Так толпы. Вот он. Это такой дуахромик уходящий в розовый. такая палеточка. Тоже поближе еще разок покажу. Вмятинки тут хорошие. Думаю будет меня радовать. Следующая тоже от катрис. Еще две палеточки хочу показать. Я взяла много. знаю чем я воспользуюсь чем нет. Ничего страшного. но я люблю чтобы выбор был под рукой. Две самонаборные палетки. Девочки если вы не против я не буду называть каждый оттенок. Или давайте вот так я вам покажу. Первый второй третий и четвертый. Первый значит с конца мы начнем чтобы нам с вами в этом же порядке как вы видели цифры какие-то может быть вывели какие-то еще можно приобрести вот они видите какие красивые так и мы с вами давайте вот здесь начнем тоже пигментация отличная магнитные палетки это не магнитные вернее палеточки отдельно покупала и каждый рефил отдельно видите рефилы вставляются не магниты а они защелкиваются сюда также давайте оттенки вот здесь где 140 вот здесь каждый оттенок 90 по-моему тут 40 и 60 и также я начну вот с этой стороны вот он дуохромик знаменитый 140 один матовый коричневый вот этот на нем даже написано мат мат так и эти 4 вот этот вот чтобы он так блестел можно брать черную базу либо какую-то темную базу и наносить тогда будет больше не вот этой красноты а больше зелени но в любом случае при вашем повороте будет зелень отливать и на пальцах вот так еще отличная палеточка тоже красивая люблю нежной любовью так я точню все девочки базовая палетка когда хочется обычный макияж взяла претти оттенок 01 когда-то в улыбке радуги взяла и как-то она у меня забросилась в сторону хочу именно на базу наносить потому что она без базы как-то может быть теряться чуть-чуть свечечку вот так вот здесь я нанесу но вообще палетка хорошая она действительно вот прямо такая на каждый день и опять же я под свой цветотип все тепленькое такое взяла глиттеры ну это даже не глиттеры а как это называется кто вы ну в общем вот от ламельтон первый вот такие блестяшки у них в двух цветах они были я вам покажу какие у меня первые четыре они ложатся прямо как фольга на глаза но над пальцами наносить первые четыре как всегда девочки у меня первая косметичка почти до конца месяца остается то есть что-то я может быть не воспользовалась вам уже показала вторую косметичку а тени болтаются как бы все что я на месяц беру в течение вот трех косметичек все остается под рукой и только в конце месяца я убираю посмотрите какая красотень в улыбке радуги и недорого вот это вообще просто фольгой ложится но на глаза нужно конечно постараться именно пальцем вот такая недорого но было очень красиво и у них еще одна есть во втором номере вот такие вот тени ну и последнее что я взяла я вам говорила что в этом году у меня будет новый проект где я буду показывать вам продукты затертые до дыр и там будут появляться как только появляется у меня в каком-то продукте донышко будет попадать в этот проект на данный момент еще не попадают но здесь такие большие углубления что я очень хочу чтобы эта палетка в течение года тоже попала в этот проект это фарос возможно ее уже сняли с производства старушечка фарос и я решила тоже вот эти два оттенка взять зеленый мой любимый зеленый ну именно такая зелень у меня в любимчиках и то же самое от арт-деко 47 оттенок этот оттенок очень похож на один из тех которых я только что показала но здесь больше золота и тоже посмотрите какая ямка мне хочется его прокопать тоже он хоть и крошечный но он очень глубокий рефил более сухая текстура вот эти лучше отдают пигмент а этот надо наслаивать но оттенки все равно видите разные вот хочу тоже возможно как базу использовать например вот если вот этот оттенок использовала то можно на него какой-то глиттер брать например вот так возможно вот так использовать что у нас получается с вами давайте еще разочек покажу от катрис катрис сегодня да рулит красота так это мы стираем с вами и смотрим помадки остались у меня только эти сейчас покажу упаковочки помадки я тоже не растерялась конечно так же так мало салфетки одни мало добавим не просто стереть такие сводчи с глаз я только двухфасками смываю мне кажется они более щадящие особенно есть двухфаски у некоторых брендов которые как бы еще и делают какое-то ухаживающее действие поэтому для меня двухфаска с возрастом стала актуальней чем лицелярки или умывалки то есть мне больше нравятся двухфаски так все зубки заговорила и теперь давайте будем смотреть что я взяла для губ на постоянной основе у меня остается вот этот блеск он будет стоять пока я его либо не закончу либо не выкину на данный момент я его выкидывать все-таки решила он не заслуживает быть выкинутым он у меня хоть и старичок но и аромат и текстура все в порядке на губах хорошо сидит никаких проблем не возникает с ним поэтому буду использовать дальше далее блеск от ферин беру очень красивый оттенок здесь 309 кажется попробуем сфокусировать зимой и летом блески хороши на губах они увлажняют зимой губы зимой даже мне больше блески нравится во-первых шапка на голове поэтому волосы не липнут во-вторых все так блестит красиво вокруг и блеск смотрится оригинально на губах далее еще один блеск это Avon призматик оттенок показывать не буду не знаю есть ли он выяван или нет руки потянулись к блескам и дальше наверное уже покажу жидкие помадки есть лак для губ его на самом деле вот так осталось и мне хочется этот лак помимо всех проектов или вопреки всем проектам самостоятельно как бы до израсходовать вот он красненький я его не просто наношу потом пальчиком вбиваю и получается такая матовая текстурка и он хорошо на губах не сильно вычурно смотрится взяла вот такую блестяшку оттенок 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 это такой металлик конкретный он прям как серебро и на самом деле вот такой сиреневый но на губах иногда выглядит прямо белым белым серебром для меня это не на каждый день мне кажется больше светленьким девочкам но захотелось все-таки оставить себе потому что очень красиво он смотрится мне Лена дарила прямо с огромнейшим удовольствием я им пользуюсь еще одну помадку которую я хочу в этом году закончить помимо всех проектов это помада от NYX это матовая помада C02 и она и качеством классная и вот я тут правда стенки видите они матовые не видно но я понимаю что ее там очень мало она и легкая и как будто бы только со стен я ее соскабливаю поэтому я так думаю что если часто носить на улицу можно ее закончить металлик это Avon такие есть помадки поэтому попробую сфокусировать название в каталоге их можно найти давайте покажу классная и на губах хорошо себя ведет и наносится и носится все хорошо она не стойкая но работает неплохо тоже сюда назад и наверное у меня остались тут да не наверное а точно остались просто помадки помада до которой не дошли руки за весь прошлый год которая на меня уже обижается я ее решила взять и обязательно поносить несколько раз даже за эти ближайшие ну не 10 дней получается еще конец декабря попадает вот за это время хочу ее поносить блестяшечка Катя мне сестренка из Турции присылала привозила вот такая красотка я ее называю розовое золото тут прямо золото посмотрите на таком бордово-розовом очень красивая помада прямо восхитительная толстушка не лезет от римель помадка мне ее Аня дарила из Израиля вот так 700 оттенок хорошее увлажнение и цвет отдает хорошо помадка 112 оттенок в Project Penny у меня в новом она будет в стороночке стоять всегда на туалетном столике потихоньку заканчиваться за год я ее убирать не буду как закончится просто перейдет в пустышки будет всегда под рукой от Jade захотелось взять Лера дарила 160 оттенок эта помада для меня вечная по другому не скажешь потому что вот так и все и сводч и то же самое на губах и все новое сколько не пользуюсь и все новое шикарная пигментация цветоотдача густая текстура от Avon новиночка легенда линейка легенда название вот я вам показываю тоже хорошо себя ведет на губах кремовая помада текстура текстура у всех разные оттенки да некоторые я взяла одинаковые но разные текстуры ну вот необычные от Catrice оттенок 050 призма хром такая красота далее и еще одна это Colourpop оттенок выглядит она вот так ну эта помада очень хороша под эту палетку Catrice тепленькую в ней тоже хорошенькая такая рыжинка присутствует коричневинка светлая и все помадки которые я взяла какие-то у меня просто остаются на постоянной основе красненькие и необычные и даже серебряные мне кажется разные вот это прям такая яркая если вдруг станет мало я вас но еще есть еще пара карандашей для губ здесь карандашики для глаз весь год вам показывала карандаш для бровей он так и остается сколько не точу я думала в прошлом году закончится но нет перешел на этот год хотя я считаю что он пустышка больше 20-го года но такого количества может хватить еще и до конца февраля все я вам девочки показала что выбрала поэтому будем будем прощаться следующая косметичка уже выйдет в десятых числах января ну а сейчас будем прощаться всем хорошего настроения всем радости счастья и всем пока пока Продолжение следует...